В честь праздника Дня защиты детей на пятом этаже МТВ-центра состоялось официальное открытие фестиваля научно-технического творчества «Кулибин». Мероприятие прошло при поддержке Министерства экономического развития Чуварской Республики и Министерства информационной политики и массовых коммуникаций. Цель фестиваля – популяризация научно-технического творчества, так как мы знаем, что техническое творчество является социальным прогрессом всего человечества. И так как это очень много сейчас мероприятий проводится на уровне правительства, они очень заинтересованы в развитии технического творчества. Конечно же, у нас есть и определенные результаты в республике, поэтому детям хочется об этом сказать, что это интересно, не сложно и приносит достаточно хорошие результаты в будущем. Участниками фестиваля стали школьники и дошкольники Чебоксар, поддержала юных кулибинцев и объединение библиотек города. Объединение библиотек города Чебоксары уже не первый год сотрудничает с клубом детского научно-технического творчества «Кулибин». И, кроме того, на базе двух библиотек уже успешно работают кружки программирования, робототехники. И мы уверены, что подобные занятия, а также проведение столь крупномасштабных акций и фестивалей позволяют детям определиться и сделать свой выбор будущей профессии. Для ребят были подготовлены различные площадки. Одна из них – это защита проектов по программированию. Здесь мальчишки и девчонки представляли собственные изобретения. Оценивали творческие работы эксперты из числа IT-компаний. Дмитрий не раз участвовал в соревновательных конкурсах и занимал призовые места не только на уровне республики, но и страны. На этом фестивале он представил проект «Сортировщик». Удивительно, но сделал он этого робота всего за три дня. Это сортировщик, который сортирует банки. То есть сначала он их ищет, захватывает и везет на нужную базу. То есть белый отдельно, черный отдельно. Также работала творческая площадка «Создай костюм робота». Участникам конкурса были предоставлены коробки, фольга и констовары. Только из этих материалов проявляет свою фантазию, включая воображение ребят и их родители должны были создать костюм робота. Помимо всего, прошли соревновательные конкурсы для детей от пяти лет. Например, «Алгоритмика». Конкурс направлен на формирование у детей алгоритмического мышления. Непростым стал конкурс «Нутый Кулибин». Участникам предстояло из совершенно разных материалов сделать модель робота, а потом защитить ее перед судьями. Кроме всего, ребят ждали интерактивные площадки. Площадка для фотографирования ретро-инсталляции, где каждый желающий смог сфотографироваться со старой вычислительной техникой. А также флешмоб, зажигательный танец, юных робототехников и лотерея. Все участники фестиваля получили сладкие подарки от спонсоров. А победители получили подарочные сертификаты и интересные призы. Кристина Емельянова, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.